Друзья, с вами ContrTravel. В этом видео мы сделали подробный обзор территории отеля Sunrise Royal Makati Aqua Resort. Отель оформлен в восточном стиле. На территории отеля есть и небольшой аквапарк, и спортивный бассейн, и спа-центр, и фитнес-центр, и площадка для гольфа, и теннисный корт, и детский клуб с игровой площадкой, а также достаточное количество баров и ресторанов. Но обо всем по порядку. Вот это вход, въезд в отель, там стоят охранники. Слева парковка, кто приезжает на машине. Напротив парковки находятся теннисные корты, которые открыты с 8 утра до 5 вечера. Все необходимое оборудование можно взять на стойке регистрации. Если пройти за теннисные корты, вглубь корпусов, можно найти а-ля-карт ресторан-бедуин. Но во время нашего отдыха он не работал. Ресторан бедуинский, но, судя по всему, не работает. Ресторан в бедуинском стиле. Такая вот печка стоит внутри одного из шатров. По-видимому, может какие-то лепешки делать. Наверное, вкусные были бы, если бы она работала. Ну, что ели, что нашли, то и съели. Там, на самом деле, еды-то немного было. Здесь когда-то кушали. До пандемии. Ну, красиво, чего так интересно. Летом и кушают здесь, а сейчас... Думаю, подают какие-то блюда. Ну, хотя бы немножко, да, похоже на то, что... Возможно, ели бы. Там будичку я видел. Египетская корова с такими большими глазами. И вот, чтобы молоко не капало, подставили в озон. Ну, вот, бедуинский ресторан. Судя по всему, бедуинский... Мы думали, это колодец. Нет, это, наверное, навес. Мне жаль для того, кого бедуины словили. Мы снова возвращаемся на центральную дорогу, которая ведет прямо к ресепшену. Огромный отель. Состоит из... Я не знаю даже, сколько корпусов. То есть... 30, я вот как видела по цифрам на корпусах. Да, вот они указаны. 37-й корпус. Эти корпуса стоятся на самом въезде в отель. Далековато, наверное, приходит до центрального бассейна. У них свой бассейн. Также для деток есть бассейн у них. Состоит на въезде. Вначале есть корпуса. Слева расположен аквапарк. Аквапарк в зимнее время работает с 10 утра до полудня. И с 2 часов дня до 4 вечера. Здесь же рядышком находится детский клуб для малышей. И детская площадка. Вот другие корпуса. 34-й. Пройдем сюда. Аквапарк небольшой. Но есть горки, с которых можно повизжать. Когда встречаешь. Вот аквапарк подогреваемый. Затишно. Работает половина горы. Вот эта большая. Да, вот эта вот у нас левая часть работает. А вот эта вот правая часть... Ну, я так понимаю, это все временный. Бассейн. Вот этот вот. Который в аквапарке с горок. Он подогреваем. Вон там. Вот этот бассейн. Возле бара. Он не подогревается. Обходим в аквапарк. Коврики, чтобы не скользко было. Это рабочие горки. Чтобы можно было обмыться. Заполняемость отеля небольшая. Это хватает всего лежаков. Такие сидушечки. Можно подплыть. И выпить коктейльчик. Сидеть. Рядом с аквапарком находится детский клуб с игровой площадкой. Детский клуб работает с 10 утра до половины 12 на пляже. И с 3 до половины 5 на детской площадке. На всей территории отеля бесплатный Wi-Fi. Да, вот эта детская площадочка. Вот такие детские горки, качели. Сейчас детей очень мало. Но почему-то она тоже половина огорожена. Малышам здесь есть чем заняться. Качели для малышей. Вот такой городок. Побегать по лесенкам. Выходим дальше. Вот, кстати, мы вышли. Это наш корпус. 12. Вот тоже выходит, ребята. Площадочка предусматривается. Я так думаю, какая-то анимация тоже будет в летнее время. Дальше. Обойдя территорию по зоне аквапарка и детской площадки, мы вышли к зданию, где находится ресепшн. Вот эта дорога, которая ведет от начала. Вот это детский центр. И вот эта дорожка. Дорога ведет к началу. Ведет к ресепшн. Это вход. Тут же стоят санитайзеры. Предлагают ручки памяти при въезде в отель. Вот. И проходим. Доброе утро. Доброе утро. Отлично. Вот нас приветствует. Очень приятно. Здесь место для отдыха. Вечером народ сидит, отдыхает. Что хочется сказать. Вот здесь есть вот эти вот лампы бактерицидные. Это молодцы. По поводу всей этой ситуации с коронавирусом. Диванчики удобные, кресло. Все чисто. Это рецепшн. Здесь тоже диванчики. Место для отдыха. Вот это рецепшн. Доброе утро. Доброе утро. Нас здесь встретили. Приятно. Спасибо. Проходим. В холле находится банкомат для снятия средств и обмена валют. Это машина для обмена денег. Рядом со стойкой регистрации находится лобби-бар «Санрей». Бар работает с 10 утра и до полуночи. В наличии безалкогольные и местные алкогольные напитки. Все горячие напитки и, конечно, вкусный кофе. Алкогольные напитки в бутылках за дополнительную плату. Расположиться можно внутри помещения, либо на открытой террасе. Какое приятное место, откуда очень вкусно пахнет кофе. Доброе утро. Доброе утро. А вы нам вкусный кофе сделаете? Есть. Сделайте нам, пожалуйста, один с пеночкой. Спасибо. Вот, мы сделали заказ. Сейчас мы сядем, нам принесут его попить. Кофеек мы решили попить на террасе. Здесь очень тепло. Не дуй. Терраса находится рядом с основным рестораном. Вот, здесь можно погреться на солнышке. Удобные стульчики, мягкие. Вот он, кофеек. Спасибо. Красивый кофеек с пенкой. Ух ты. Даже цветочек. Шикарно. Спасибо. 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 Ребята, приятное. Кофеек можно посидеть, попить. Вот с таким видом на бассейн. Рядышком здесь ресторан. Рядом с основным рестораном находится сцена для вечерних активностей. Да, вот эта площадка. Люди здесь сидят, отдыхают, попивают коктейльчики, чайки. Совещенный фуллбар. И бар. Вот посредством. Да, смотрите, смотрите анимацию вечером. Бар Splash работает с 10 утра до полуночи. Предлагает также безалкогольные и местные алкогольные напитки, чай и кофе. С 12 часов дня до 5 часов вечера предлагает закуски и мороженое. Немного дальше. Делаю пиццу вкусную в печке. Слева вот анимационной площадки находятся итальянский ресторан Аля Кард Базилику и ресторан азиатской кухни Манзокио. Или Манзокио. Или Манзоку, мне кажется. Или Манзоку. Мы ходили в этот ресторан и сделали отдельный обзор. Написываться в ресторан можно как на рецепшене, так и онлайн. Но у нас не получилось почему-то онлайн. У нас почему-то не получилось. Не удалось ввести год рождения. Не почему-то процент год рождения. Интересно здесь такое. Какое-то заведение тоже в азиатском стиле. С палочками. Вот. Но, видимо... Тарабский стиль или он изиатский? Даже не знаю, может, там и арабский. Третье. Заведение в азиатско-арабском стиле. И третий ресторан Аля Кард расположен чуть-чуть дальше пройти. Надо пройти мимо спа-центра, мимо тренажерки. Рядышком недалеко находится этот ресторан. Вот здесь еще какие-то восточные варианты. Ну вот, папа для взрослых, вот, 16-ти лет, вот, не работая. Проходим место для посиделок. Вечерний день. Пул-бар. Так, проходим в пол-бар. Сейчас мы здесь находимся тоже снайк-бар, который продолжается, вот, незавтра бы, и между данным моментом закончить перекусить, здесь можно будет перекусить. Здесь врач, надеемся, что никогда не понадобится вам врач. Вот варианты пиццы. Это маргарита, только сыр, пицца билетрианская, лук, томаты, овощи. Пицца, чиполла, я так понимаю, только с луком и чесноком. И пицца Sunrise. Тут уже минц, не знаю, что такое. Короче, здесь, так понимаю, с говядиной, что-то, и с овощами. Здесь можно поиграть. Идем, 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 идем. Потом еще какие-то игры есть, да? Нет, да, идем, идем, идем. Это какой-то такой футбол, наверное, да? Это какая-то игра тоже, не знаю, как правильно называется. Бросать вот такие штучки. Рядышком с фуллбаром находится подогреваемый бассейн. Он называется спортбассейн на плане отеля. Тепленькая, тепленькая, вообще. Пойдем дальше. Вот это вот пенажерка. Фитнес-центр расположился на втором этаже. Работает с 7 утра до 8 вечера бесплатно. Вот это вот. Существует. Привет, доброе утро. На первом этаже спа-центр. Спа-центр работает с 10 часов утра до 8 часов вечера. Ну и вот еще третий. Аликартр-ресторан. Восточная кухня. Рядом с фитнес-центром находится подогреваемый гидробассейн. Бассейн с фитнес-центром. Здесь на данный момент и днем-то никого нет, потому что этот бассейн без подогрева. Центральный бассейн, а вот и к этому красивому бару сейчас, конечно, определенный героизм нужен, чтобы подходить. Шезлонги, зонтики и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Пройдя зону бассейнов, мы вышли к пляжной зоне. Ресторан, ресторан и лаунж. Насая. Сейчас не работает. Не может связано с зимним периодом. Вот я не хотел сказать, что, наверное, это связано с кармонирусом. Хотя бар и ресторан очень красивый. Бар здесь, тем не менее, работает. Пляжный бар работает также с 10 утра до 5 часов вечера. Это, я так понимаю, какой-то VIP-метаж. Это же, вот смотри, номера. То есть, я так понимаю, номера собственной, вот такой зоны отдыха. Рядом стройка идет, реновация номеров. И строятся новые рядышек. Напротив стройки есть зона отдыха только для взрослых. Практически вот стройка. Это не очень красиво. Не отвлекали людей от отдыха. Прибрежная зона огорожена решеткой. По-видимому, что посторонние не пытались пробраться. Но люди все равно пробираются, прогуливаются здесь. Вот так вот тоже. Насколько нужно покупаться. Что мы сейчас лепилаем. Вот. Очень тепло. Ветра нет. Который на территории, на территории отеля, там, не заветно. А можно, если нам так повезло сегодня. Ну, потому что Венцер северный, и как раз получается такая подветренная сторона, это сторона отелей. Поэтому дует не с моря, а со стороны отелей немножко за счет отеля все это. Ну, вот тут немножко это все огорожено, потому что тоже, так понимаю, где-то есть мало людей, значит, чтобы не убирать территории. Потому что люди сильно не рассеивались. Ну, вот есть качели здесь. Мы сейчас пойдем. Мы сейчас пройдем по небольшой променаду. Но очень приятно, что, да, вот здесь вот есть, как где пляжная территория, здесь есть и зеленая сфона, вот, и есть зона сфона. Вот опять мы отошли от пляжа, и опять ветерочек, да, начинает усиливаться. Спература воды в море 23 градуса. Можно плавать. Все, пойдем, берем купальнички и вперед. Загорать на солнышко. Загорать на солнышко. Пляж отеля считается одним из лучших в бухте. Под ногами мягкий песочек, пологий заход в море, удобные шезлонги, красивые соломенные зонтики от солнца. Пляж считается относительно безветренным. Половина лежаков с матрасами, половина сложных. И вот опять, вот как заходишь, ближе к морю подходишь, все, ветер стихает. Внутренние часы, конечно, немножко тут поддувают. Ну, может быть, опять февраль месяц. Вот и здесь пирс. Друзья, если наш опыт оказался вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорой встречи!